Мужской понедельник 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 Я ошибаюсь, Игорь Валерьевич, или нет? У нас в целом-то все идет к тому, чтобы контрактники составляли основной костяк вооруженной силы Российской Федерации. Да, все верно? Да, упор на это. Насколько сейчас вообще из контрактиков состоит наша армия? Есть такие данные? Хотя бы приблизительные цифры. У меня данного анализа нету, по той причине, что отсутствуют такие сведения. Так или иначе, набор по контракту довольно активно проходит. Да, набор по контракту активно проходит ежедневно, без перерывов. Давайте поговорим о том мероприятии, которое состоялось непосредственно в субботу. Как сообщили СМИ, 56 кировчан решили связать. Скажем так, не то, что решили, пожелали. Пожелали, то есть подошли непосредственно на шансы. Расскажите, как это проходило? Были развернуты мобильные пункты отбора в виде двух палаток. В одном мобильный пункт отбора по Кировской области, который я представляю. Второй мобильный пункт отбора был сформирован представителями высших военно-учебных заведений летного состава. То есть специалисты обоих пунктов отбора освещали вопросы, как, куда обратиться гражданину, который решил связать свою службу в армии по контракту. Также были освещены вопросы поступления в высшие военные учебные заведения. То есть это в обоих пунктах или только там, которые летчики были? В обоих. Мы отвечаем за поступление граждан на военную службу по контракту, куда они захотят. Это желание учитывается на должности солдат, сержантов, старшин. Второй мобильный пункт отвечал за освещение граждан для поступления в высшие военные учебные заведения и получение после его окончания военно-учетной профессии и с присвоением первого офицерского звания лейтенант. Лейтенант. Давайте сразу же скажем, забегая вперед, где в настоящее время в Кирове находится пункт отбора на службу по контракту. Пункт отбора в Кирове находится по адресу улица Московская, 121. Это областной сборный пункт военного комиссариата, где выделены помещения. Но при этом мы до начала нашего разговора подчеркнули, что военные комиссариаты в настоящее время не занимаются отбором на контракт. Поступление и отбора граждан на контракт с них взята, но мы с ними взаимодействуем, так как военно-врачебная комиссия, которую гражданин должен пройти на определение годности его к контрактной службе, находится в военном комиссариате. Ну и кроме того, сегодня мы хотим поговорить и с вами, наши слушатели. Если у вас есть вопросы, касающиеся военной службы по контракту, вы можете смело звонить 211-101. Любое, любые вещи вас интересующие, наш гость-специалист Игорь Алексеев постарается на них ответить 211-101. Игорь Валерьевич, а давно в Кирове это работает у нас? Значит, пункты отбора, их всего 28 в Центральном военном округе. Они только в областных центрах? В субъектах. В субъектах, да? В субъектах, да, Российской Федерации. Работают они с марта 2012 года. Когда у нас активно, или более активно была поставлена задача руководством страны привлекать контрактников на военную службу? В 2012 год как раз, да? И создание сети вот этих пунктов? Мы видели и по средствам массовой информации были уже попытки перейти на контрактную основу. С 2012 года началось активное продвижение по этому вопросу, комплектование вооруженных сил контрактниками-специалистами, которые будут служить, которые будут приносить пользу нашей Родине и нашим вооруженным силам. Давайте сейчас пройдемся по основным требованиям, которые предъявляются к желающим пойти служить именно контрактникам. Ну вот мы знаем, что это в первую очередь возраст. Да, 18-40 лет. 18-40 лет. 18-40 лет. 18-40 лет. 18-40 лет, да? До 40 лет. Владимир, ты еще успеваешь. Спасибо. Я обдумываю ваши предложения. Обязательно все-таки срочная служба в армии, да? Не обязательно. Не обязательно? Слушайте, я всегда считал, что срочно это надо пройти для начала, а потом уже. В закон о воинской обязанности военной службе вынесены два изменения по данному вопросу. Теперь граждане, получившие высшее образование, среднепрофессиональное образование, минуя службу по призыву, могут заменить ее контрактной службой на два года. Это как бы ему будет зачтено служба, да? С последующим заключением следующего контракта и оставание на военной службе по контракту. Так, так, давайте поясним. Игорь Валерьевич, я правильно понял, то есть вот я закончил, скажем, среднее учебное заведение, пришел к вам и подписал контракт на два года, да? То есть это мне как бы будет как срочная служба? Нет, мы контракт не заключаем. Нет. Мы отбираем граждан на соответствие требованиям предъявляемым, направляем их в воинские части, и уже командир воинской части, куда они прибыли, заключает с ним контракт. Но желание нужно высказать свое заранее, что гражданин, получивший или высшее, или среднепрофессиональное образование, желает вместо службы по призыву пойти на контракт, это нужно озвучить в военном комиссариате по месту жительства. Когда идет призыв, он изъявляет желание, пишет там заявление, это заявление переправляют нам, и мы начинаем уже с данным гражданином работать по всем мероприятиям. Так, давайте сейчас поясним, почему нужно выбирать сразу же, либо срочную проходить, либо по контракту. Это добровольное желание гражданина, то есть это на его желание. Он может выбрать, может не выбрать. Ну, желательно, конечно, вот вы спросили, в чем лучше. В чем разница? Он получает военнослужащий по контракту, пользуясь соцпакетом, получает заработную плату. Он после окончания рабочего дня убывает к себе домой. Ему предоставляется отпуск раз в год, бесплатный проезд. Это про контрактников мы говорим. Да, про контрактников. Чем привлекательны военные службы по контракту, отличаются по призыву. Ему платятся различные надбавки к денежному удовольствию, такие как за физическую подготовку до 70%, надбавку за классную квалификацию, в зависимости какой класс, надбавку за работу со сведущими, составляющей гость тайну, за командование подразделением, командир отделения, командир мотострелкового отделения платится. Материальная помощь раз в год платится контрактникам и так далее, и так далее. То есть разница с содержанием срочника, скажем так, очень значительная разница по всем позициям. Но два года. Да, два года. А потом уже, если у человека есть желание, он может снова... Либо по окончанию срока контракта двухлетнего. Да, уголится и убыть домой, и ему засчитана служба. А что касается, ну тут много, конечно, совпадений. Что касается, молодой человек закончил высшее учебное заведение в 22 года, у него точно так же есть, да, выбор. Либо по контракту на два года идти, либо... Если он ранее не служил в службу по призыву, у такой категории есть выбор. Да, у него есть выбор. На протяжении... Так, и насколько активны сейчас жители Кирова, Кировской области как раз-таки? Ну вот с высшим образованием у нас изъявило желание, и в данный момент проходят мероприятия около 30 человек. Средне-профессионально чуть побольше, около 50. Это вот в этот призыв? В эту призывную компанию. В эту призывную компанию. Вот этот весенний, который до середины июля еще будет продолжаться. Со средне-профессионально мы уже призвали, отправили для заключения контракта 6 человек. 6 человек. А вот вы говорите, проходит мероприятие, это что? Мероприятие отбора — это прохождение военно-врачебной комиссии, сдача физической подготовки и проведение тестирования на нервную психическую устойчивость. А можно поподробнее? Что? Насчет физической подготовки, условно говоря. Физическая подготовка — очень простые элементы. Это бег 3 километра. На время? На время. Есть нормативы, да. Минимальные нормативы. То есть это не олимпийские показатели, да? Нет. Не марафонские. Второе — это бег на 100, либо на 60 метров по выбору гражданина. И третье упражнение — это подтягивания. Либо жим гири. Либо жим гири. Да. Выбирает также кандидат, что больше ему подходит. Сколько раз надо подтянуть? Чем больше? Минимальные требования — 10 раз. 10 раз. 10 раз. Каким хватом? Любым. Любым, то есть на выбор. Нас все-таки проверяли, вот требовали так, чтобы... Главное — занести подбородок выше переклада. Ну, понятно, понятно. А вот это вот психическое тестирование психолога? Это специалист, офицер по тестированию военно-профессиональной ретации и психолог. Уже беседует. То есть это в форме беседы происходит? В форме беседы и в форме профотбора на соответствующей аппаратуре. Машина дает заключение. Потом обрабатывает это все психолог. Там цели-то какие ставятся? Что выяснить? Какие аспекты? Устойчив ли человек к стрессу? Есть четыре категории нервно-психической устойчивости. Первая, вторая, третья — это нормально. Четвертая группа НПУ. Негоден. Что такое НПУ? Нервно-психическая устойчивость. Устойчивость. Учитывается все. Признаки суицидальной направленности. А, склонность к этим вещам. Да, признаки еще к совершению каких-либо правонарушений и так далее. А, как бы биография желающего человека исследуется? Она исследуется. Это учитывается при занесении анкетных данных в машину. То есть, возможно, были ли у него приводы, как это говорится? Учитывается все. Приводы в милицию. Приводы. Судимости, если были. Административные правонарушения и так далее. Характеристики смет работы. Даже учитывается умение играть на музыкальных инструментах. Ух ты! Чтобы, так сказать, в минуты отдыха своих сослуживцев порадовать. Я совершенно прекрасно 4 года провел в армии, в военном оркестре. Поэтому, как бы, очень даже пригодилось. Мы говорим, напоминаю, о военной службе по контракту. Вы тоже можете задавать интересующие вас вопросы на эту тему. 211-101, номер нашего телефона. Наш гость Игорь Алексеев, начальник пункта отбора на военную службу по контракту. Город Киров. У нас время традиционной паузы небольшой подходит. Мы прервемся. Продолжаем наш разговор. Игорь Валерьевич, вы сейчас начали беседу о том, какие требования нужно. Физическую подготовку показать психологу, психологическую тоже. Отсев большой по результатам? Есть те, кто не проходит? Ну, процентов 20 отсева есть. Каждый пятый? Ну, это, в общем-то, немало. И 100. Процентов 20. В основном отсев происходит из-за наличия судимости. То есть, биографию все-таки изучаете. Если были какие-то пятна... Береги честь молодую, не зря говорят у нас. Да. Жалко, что понимание смысла этого выражения «береги честь молодую», оно приходит гораздо позже, нежели... Да, уже после молодого, да, это да. Нежели когда, собственно, это все необходимо. Отсев, значит, есть все-таки и в первую очередь по судимости. Да. Ну, вот молодое поколение. Но ведь мы как раз тоже начали говорить, это вот мы говорили все о людях, которые уже получили образование, не служа как бы в рядах армии, да, нашей российской, и пожелали по окончании своего заведения поступить на контрактную службу. Но ведь может человек и по другим основаниям поступить на контрактную службу. Вот он служил где-то там, может быть, лет пять назад уже, потерся на гражданке, подумал, что как-то... Ну, по возрасту подходит, да, до 40 лет. Да, может, пожалуйста, до 40 лет, да. Может, в общем-то, любой человек, уже имеющий опыт службы в армии, обратиться. Да. И на тех же самых условиях. На тех же условиях, с теми же требованиями, пройти мероприятия отбора. Самое, что немаловажное, учитывается желание, в каком регионе желает проходить службу гражданин. То есть... Мы стараемся подбирать ему то место, куда он хочет. Прямо вот это действительно так? Да, у нас организовано. Не туда, куда тебя закинуто, а еще и можно выбирать? Нет, он сразу же... Ну, наверное, вот так, первое желание у человека из города Кирова. Да хочу в Кировской области услужить. Вообще классно ведь, да? В том году порядка 200 человек мы призвали. И они в Кировской области? Да. Морадыково. Мы всегда у нас езжим, да. Возможность, да? У нас есть звонок, давайте примем. Алло, добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Смирнов Андрей Первый Чепецк. Да, Андрей. Пожалуйста, у вас вопрос. У меня вопрос к вашему гостю. Вот, поясните, пожалуйста, пенсионное обеспечение сержантов-прапочников. Оно... Ну, нищенское, проще говоря. У меня такой вопрос просто. Вы можете уточнять еще вопрос? Меньше 10 тысяч. Вопрос я вас услышал. Значит, согласно... Спасибо, Андрей. Согласно действующего законодательства, пенсионный возраст для данной категории, которую вы озвучили, начинается с 50 лет. Предельный возраст нахождения на военной службе. Пенсия платится при наличии 20 лет... Выслуги. Выслуги, да, военной. Чем больше будет выслуга лет, тем больше будет пенсия. Если вы как говорите, что минимальная пенсия, значит, у него просто была выслуга лет, поэтому и такая пенсия. То есть здесь все зависит именно от выслуги, да? Совершенно верно. Сейчас мне поясните, каким образом это к службе по контракту относится? Так это ты уже служишь по контракту, ты же выходишь потом на пенсию, это все равно, видимо. Ты же не можешь вечно служить. То есть в 40 лет ушел на службу, в 50 ты вышел на пенсию, у тебя будет всего 10 лет выслуги. А нужно-то 20. А нужно 20. Ну да. Чем выше выслуга, тем больше пенсия. Выслуга лет предусматривает как календарное, так и в льготном вычислении. И льготная выслуга лет также играет на пенсию. А льготная это что такое? Это как? Это если гражданин служил, где служба идет год за полтора, год за два. А это что служба? Ну, например, Забайкальский военный округ. Прохождение службы, например, в городе Улан-Удэ. Раньше был Забайкальский, сейчас восточный военный округ. Город Улан-Удэ, город Чита, город Скоборовск. Это связано с приграничной территорией. Местность высокогорная, да. Там установлена служба год за полтора. То есть там как бы... Накапливается выслуга лет, и чем больше выслуга лет, тем больше пенсия. Ну, наших-то много в этих территориях? Везде наших много. Везде наших много. У меня даже... Мы отправили в том году на Курильские острова. Тоже по желанию? Да. Класс. По желанию. Ничего себе. Я еще раз говорю, желание учитывается. Учитывается. Мы бездумно никуда не отправляем. То есть такого, что вот я пришел там, попросился туда-то, а меня взяли совершенно в другое место. Мы сразу же начинаем взаимодействие с этой воинской частью, с кадровиками, с командирами и так далее. Раз уж мы заговорили именно о восточных, да, о восточных рубежах нашего государства, не так давно в честь Дня пограничника у нас был эфир, да, посвященный мероприятиям, которые проходили для меня, не знаю, было открытием, что в настоящее время в пограничные войска срочников-то не берут, там только по контракту, да, это действительно так? Видите, я призывом, как такого не занимаюсь, срочники нет такого, срочники. Есть военнослужащие по призыву, есть военнослужащие по контракту. Ну, так мы их приняли называть. По призыву я не могу ответить, это военный комиссариат занимается. Да, и пограничные войска, это как бы... Другое ведомство, да, это другое ведомство, это все-таки ФСБ. А, ну да, да, госбезопасность, безусловно, да, государственные границы. Ну, там просто, если вам интересно, там разговор-то пошел о том, почему у ветеранов пограничных войск все меньше и меньше молодых людей, вот они объяснили, что просто перестали призывать на срочную службу, соответственно... По призыву. Да, по призыву, да. По призыву. И, соответственно, кадры взрослеют. Кадры взрослеют, да. У них получается. Игорь Валерьевич, давайте, как это правильно-то, не знаю, назвать денежное удовольствие, да, вот не секрет, если в поисковых системах в интернете вводить контрактная служба, там сразу же тебе поисковая система... Калькулятор. Да, она тебе подсказывает, там людей интересует размер получаемого удовольствия, вот что в настоящее время с этим? Значит, ну... Из чего формируется заработная плата контрактника? Формируется из оклада по воинской должности, по воинскому званию, надбавка... Ну вот давайте начнем с нуля. Человек впервые пошел на контрактную службу. Значит, оклад по воинскому званию, оклад по воинской должности, районный коэффициент, если у него командная должность, то есть командир отделения, 20%, вот, к денежному удовольствию. Плюсом. Плюсом идет. Сдал физическую подготовку, достаточно один раз сдать поступающему в этом году, и ему будет платиться весь следующий год. А что, раз в год пересдавать надо? Но в следующем году, чтобы потом дальше ему платилось, ему надо две проверки сдать. Подтвердить уровень, на который он сдал. То есть есть высший уровень, это 70%. мастера спорта я не буду освещать, это 100% идет. Есть и такие ребята, которые имеют спортивное звание, мастер спорта. Там имеет значение вид спорта? Нет. А если по шахматам? Да, ради бога. Так у него же, как бы, это не здесь сила же. По спортивному. Шахматы, это как бы не спортивное. Вид спорта, да. Это уже будут юристы. Ясно все. Значит, 70%, первый уровень 30%, и второй уровень это 15%. Также за классную квалификацию в течение года можно заработать надбавку. То есть это сдача итоговой проверки по предметам обучения, в зависимости от того, какие оценки получат. Но если ничего не иметь из перечисленного, просто голые оклады, порядка 19 тысяч голыми. 19-20 тысяч. В районе 20 тысяч. Ну, дальше пойдет надбавка. Это мы берем в среднем по стране? Да. В среднем по стране? Да. Ну, как таково, не получают они больше. Все практически сдают физическую подготовку, это плюсом еще порядка 5-7 тысяч идет. Потом выслуга возрастает, идет надбавка за выслугу лет. То есть 2-3-5 лет. И так далее, и так далее, и так далее. Если брать такой самый такой, как мы говорим, голый оклад 19 тысяч, ведь кроме этого ты же еще обеспечиваешься много чем? Давайте об этом поговорим. Вещевое обмундирование. То есть ты уже одет. Бесплатное питание. Ты уже накормлен. Военнослужащие, гражданинам, которые поступили на контракт, они прибывают в часть, пишут рапорт на командира, и их бесплатно кормят. Три раза в день. За это деньги им платить не нужно. То есть у них не вычитают. Не вычитают из заработного. Да, коммундированием, питанием обеспечено. То есть тебя одели, накормили, еще и не выплатили. Медицинское обеспечение в госпитале. Тоже бесплатное. Ну, что еще? Ну, бесплатный проезд в отпуск. Бесплатный проезд в отпуск. Отпуск такой же? Большой? 30? 28? Нет. 30 суток основной. 30 суток, да. И идет плюсом к этому, если местности с неглоприятными климатическими условиями. Там может быть больше. И так далее. До 15 суток. Зависимо где. В Кирове 5 суток положено военным. За климатические условия. То есть 30 плюс 5. 35 и плюс. Плюс за выслугу лет. И плюс дорога туда обратно тоже. Плюс дорога и плюс за выслугу лет. За выслугу лет до 15 суток. В общем, не более 60 суток. Как у учителей. В воскресенья праздничные не учитываются. Входят. Самый немаловажный вопрос это жилье. Через 3 года службы по контракту. 3 года он заключил. На 3 года, например, заключил гражданин контракт. 3 года истекло. Он заключает второй контракт. И сразу же пишет рапорт. Чтобы стать участником накопительной ипотечной системы. Что это такое? А давайте о том, что это такое. Мы уже после рекламы у нас в середину часа дошли. Самое вкусное оставим потом чуть-чуть. Хорошо. Но повторимся. Спустя 3 года службы по контракту человек имеет право в этой сфере поучаствовать. Реклама. Продолжаем разговор о контрактной службе. Я правильно сказал? Да. Правильно. Контрактная служба. Это меня уточнил. Что я правильно сказал. Игорь Алексеев. Наш сегодняшний гость. Начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Кирова. Мы как раз начали рассказывать о том, как собственно проходит контрактная служба с точки зрения обеспечения контрактника необходимыми вещами. Мы уже выяснили, что он получает денежное содержание, он получает вещевое удовольствие. Питание, отдирание, в отпуск бесплатный. Отпуск. Выяснили размеры отпуска и всевозможные вариации. И сейчас к вопросу жилищному подходим. Но перед этим я в перерыве к Игорю Валерьевичу обратился. Для понимания, ты заключаешь контракт, военную часть пребываешь, ты в каких условиях живешь? Ты же не с солдатами, которые срочную службу проходят? Нет, конечно. Не в общей козерме? Значит, предусмотрено получение служебной жилплощади. Это что, отдельная квартира, отдельная комната? Либо это общежитие, либо это отдельная квартира. В случае невозможности обеспечения граждане военнослужащие по контракту состоят в списке очередников. Предусмотрена действующим законодательством денежная компенсация за поднаем жилья. То есть, если военнослужащие по контракту за свои собственные деньги снимают жилье, то Министерство обороны компенсирует. Любую сумму? Нет. Он может там хоромы снять. Для каждого региона есть отдельная сумма. А, норматив какая-то есть. Также она зависит от состава семьи. Это сумма. Далее, при выслуге лет 3 года, то есть первый контракт заканчивается. При заключении второго контракта у военнослужащих по контракту возникает право стать участником накопительной ипотечной системы. Что это дает? Это дает получение субсидии на покупку жилья за счет Министерства обороны. Воспользоваться этой суммой военнослужащий по контракту может еще через 3 года прохождения военной службы, чтобы в итоге было 6 лет выслуги. То есть 6 лет должен служить по контракту. Да. И берет субсидию. А можно подробности вот этой системы накопительной ипотечной? Обращается по истечению 3 лет службы по контракту, он обращается к командованию о желании стать участником накопительной ипотечной системы, подает рапорт, соответствующие документы, которые необходимо приложить к этому рапорту. Ему присваивается счет в банке, счет в банке. И каждый год, каждый год определенная сумма ему на этот счет поступает. Минобороны перечисляли, да? Да. А велика ли сумма? От чего она зависит? В том году, по-моему, было 225 тысяч. Угу. Вот. И каждый год. В год? Да, в год. Он может воспользоваться этой суммой, плюс дополнительно сумма, если бы он прослужит до предельного возраста, еще через 3 года. То есть, как я уже ранее сказал, 6 лет прохождения военной службы по контракту. Либо копить это до пенсии и потом забрать эти деньги. Но там тоже установлен лимит. Да, забрать эти деньги. Причем эти деньги он может потратить как на жилье, так и на другое. Машину купить, дачу купить, катер купить. То есть, например, ежегодно 225 тысяч, 10 лет. Установлен, то есть, если человек будет 20 лет служить, то, естественно, не будет ему 20 лет по 200 тысяч. Там определенный лимит наступит и все. Ну, человек у тебя сведомлен о том, что этот лимит есть, да? Конечно. Он может зайти в личный кабинет и посмотреть, сколько у него и что. У него счет, как вот простыми словами, сберегательная книжка. Он может посмотреть, сколько у него на счету денежных средств. А в процессе накопления этих платежей он может снимать сумму? Нет. Оттуда нет? Нет. Ну, а если он жилье будет покупать? Вот три года еще. Тогда всю сумму, когда наступает у него, вот этими деньгами можно использовать в двух случаях. После шести лет службы сразу всю сумму взять, которая бы набежала за те время, когда бы он прослужил до 50 лет, допустим. Либо эту сумму взять, что набежит, когда он будет увольняться по достижении предельного возраста. То есть, по чтению шести лет я могу как бы потратить на покупку жилья сумму, которая могла бы набежать за 20 лет. Да, правильно вы понимаете. Правильно. И купить, слушай, хорошее жилье можно купить. Ну, судя по той сумме, которая может накопиться. Ее ведь можно использовать, наверное, и в качестве первоначального взноса. Ну, ты вообще хочешь, что хоромы купить, что ли? Не обязательно. Куда угодно можно сказать. Куда угодно. Да. А почему она ипотечно-то накопительная называется? Накопительная, понятно, копится. А ипотека? Потому что Министерство обороны гасит это. Если человек воспользовался через шесть лет, то Министерство обороны гасит проценты. А вопросы как вот собственности решаются? Не из денежного удовольствия военнослужащего. Не вычитается. Не вычитается. А вопросы собственности как у нас говорят? А когда можно это жилье приватизировать? Тоже ограничено. Да, у него возникнет право на это. А когда право? То есть Министерство обороны гарантирует выделение денежных средств для покупки жилья, то есть обеспечение жильем военнослужащего. А военнослужащий со своей стороны обязуется служить определенное время. До предельного возраста. То есть до 50 лет? Да, согласно нововведениям предельный возраст увеличен на 5 лет. Было 45 лет, сейчас 50. То есть до 50 лет служи. До подполковника включительно все воинские звания военнослужащих по контракту 50 лет. Полковник 55 и так далее. Да, раз мы заговорили о повышении в званиях, такой карьерный рост имеет место быть. Конечно. Получать звания можно. Повышается во-первых надбавка за воинское звание и за должность. Если должность выше, значит выше тарифный разряд должности. Кстати, какое воинское звание присваивается только поступившим на службу по контракту? У которых не было за плечами несрочной службы? Рядовой. Рядовой, значит. Начинаешь с рядового. Да. Но тут нужно понимать, что есть категория граждан, которые ранее проходили службу по призыву. Кто-то в свое время 2 года проходил, отдал родине свой долг. Кто-то сейчас проходит год. В процессе этого прохождения им присваиваются звания младший сержант, сержант, старшина. То при поступлении на контракт это звание за ним сохраняется. Да. Оплата денежного удовольствия идет по сохраненному воинскому званию. Ушел на дембель сержантом, ты сержантом и продолжишь свою службу по контракту. Совершенно верно. Интересный вопрос. А что касается людей семейных? В 30 лет мужик пошел служить по контракту. При этом у него еще и супруга, а может уже и вторая, и семеро по лавкам. Есть такие случаи? Конечно, конечно есть. В гарнизонах предусмотрены семейные общежития. Предусмотрено трудоустройство жен, военнослужащих. А для детей там образование? Садики, школы, все это есть, да? Ну, например. То есть прежде чем человек выберет, куда он хочет служить, мы ему предоставляем условия прохождения военной службы в данной воинской части. Полностью объясняете, что там есть. Эти условия нам предоставляют воинские части, с которыми мы взаимодействуем, что мы не из потолка эту информацию берем, а вот действительно за подписью командира все расписано. Жилье, быт и так далее. То есть он уже имеет представление о том, куда он ведет и что там. Да, некоторые предоставляют отношения командира части. То есть, например, где-то ранее служили, уже знают обстановку в этой части, обращаются к командованию, им высылают отношения по почте. И они уже к нам приходят, пишут заявления и прилагают отношения. Что их там ждут, собственно говоря. Да, что имеется возможность разместить данного гражданина в воинской части на такой-то должности. И еще у меня вопрос возникает. Вот ты говоришь про семью, про детей. Но человек, например, хочет повысить свой образовательный уровень, хочет поступить в какое-то заведение учебное. Закон предусмотрено, повышение образования выше на уровень, пожалуйста. То есть, так же, как вот если бы он просто работал, условно говоря, и получал образование, да, заочное, то же самое может и здесь делать, да? То есть он может повышать. Да, заочно он может учиться. А в военное учебное заведение поступать? Поступление в военное учебное заведение — это к военному комиссару. Это не по вашей части. Все понятно, да. К военному комиссару. Так, остается еще несколько минут у нас. Есть еще... Да, у нас еще был вопрос, который возник у нас в прерыве, когда нашла очаровательная девушка и спросила, а что с девушками-то? А, что с девушками, да. Мы как-то, говоря о военной службе, мы подразумеваем вроде как мужчин в первую очередь, но надо понимать, что прекрасный пол тоже в вооруженных силах нашей страны представлен. В общем, что по контракту с представителями прекрасного пола? Все то же самое, все такие же требования предъявляются. Что, и подтягиваются, и гири выжимать тоже, да? Нет, у них по физической подготовке другие упражнения, у них наклоны вперед есть, челночный бег есть, это 10 по 10. 10 по 10. Ну, господи, пункт А, пункт Б. А туда обратно, туда обратно, туда обратно, да? Ага, понятно, да. Бресс. Пресс, поднимание. Ну, бег, естественно, бег не 3 километра, а километр. В зависимости от какой возрастной, до 30 километров, ой, то есть 3 километра с 30 и выше, уже километр. А возраст точно такой же для женщин? А 18-40 или другие возрастные рамки? Ну, согласно закона, нет подразделения, являющихся это или женского пола, либо мужского пола. Общие требования по возрасту. Требования есть, естественно, если силовые структуры идут, ВДВ, вот там уже до 35. Ну, это уже устанавливают внутри. В этом году мы призвали около трех девушек, вот, ракетные войска стратегического наследования в Юрье. В основном, в основном, такие специальности, как медицинские и связистские. Женщины, да. Но женщины медицинские, наверное, все-таки у них за плечами есть хотя бы медколледж. Да, образование соответствующее должно быть. Ну, любопытно. А еще на какие должности попадают именно женщины? Медицина, связистки? Пока больше вакантов нет. Радистки-то у нас еще остались. Ну, связь это все. Ну, связь, она все равно остается куда-то на деле. Ну, связь, там различные специальности. А до руководящей должности женщины могут попасть? Это в процессе службы. Никто сразу руководящими. Это уже, видимо, в части решается, не на пункте отбора. Это уже в процессе службы. Кто достоин роста карьерного, тот и идет по карьерной лестнице. Сразу никого начальниками и командирами не ставят. Приходящие именно к вам в пункт отбора в нашем городе контрактники. Затем куда попадают на службу? Вот самая такая распространенная география. Куда? Ну, кроме того, что вы говорили, что в Кировской области есть возможность остаться. Это Средловская область, Урал, Юг, Юг, Юг Сибири или Юг, что мы правильно понимаем? Где море находится. А, где море. К морю-то люди желают, да? Да, поближе к морю. Маловато, но желают. Маловато. Там климат. Не каждому подходит. Ну, влага, тепло. Да, постоянно еще. Вот в основном, да, Урал, Юг. Да, разброс идет кто угодно. На Курильские острова, если человек захотел, куда дальше? На Шпицберген тоже осталось. Все хотят там, где больше платят. Ага. А на Курилов, наверное, коэффициенты большие. Да. Северная надбавка и районный коэффициент. Чем сложнее территория, в том числе по погодным, географическим местоположениям. Люди идут куда угодно. То есть нет какого-то такого, куда хотят, туда они идут постепенно. А есть случаи, которые разочаровываются? Вот заключили контракт, заключили контракт, ну, не смогли дослужить до конца. Есть, конечно. Конечно, это жизнь, от этого никуда не денешься. Кого-то что-то не устроило, например, жену не устроило, что-то там. Ну, условия, да, в том числе жизни все-таки срываться с места, переезжать. Все-таки военная служба, это военная служба, это подразумевает и тревоги учения и так далее, и так далее. А стандартный такой служебный день контрактника, он во сколько начинается, во сколько заканчивается? Согласно действующему законодательству. По 5-ти трудовому? Да, 8 часов. 8-ми часовой в день. Если нет, не проводятся мероприятия без ограничения еженедельного служебного времени. Если там учения не проводятся, либо тревога там, либо что-то еще, как обычно. Давайте еще раз напомним, где находится наш пункт отбора на военную службу по контракту. Улица Московская. 121. 121. Работаете тоже 8 часов в день? Да. Бывает и больше. Нет, ну, прием-то ведет с 9-ти. С 8-ми часов. Все интересующие вопросы вы можете задавать именно по этому адресу в данном пункте. Да, и гражданин, который изъявляет желание поступить на военную службу по контракту, который находится не в Кирове, а в Кировской области, в каком-то районе, ему для начала необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Они в районных центрах у нас располагаются. Написать там заявление, которое мне передадут. Так как у нас взаимодействие организовано по данному вопросу, не обязательно ехать сюда. То есть вам передадут его заявление? Для начала, да. Чтобы в этом заявлении был указан контактный телефон, и мои должностные лица, будем с ним работать. У вас большой штат? Сколько у вас там? Нет? Достаточно для того, чтобы организовывать повседневную деятельность. А сколько, Игорь Валерьевич, обычно времени проходит, человек твердо решил? Согласно закону дается до 30 суток. 30 суток? До 30 суток. То есть в течение месяца он может уже попасть? Обычно 10-14 дней. Спасибо большое. Успехов вам в службе. Спасибо. Завершается на этом программе. Я даже пожалел, что уже, к сожалению. Не подхожу по-моему. За пределы, да. Спасибо. Игорь Алексеев, начальник пункта отбора на военную службу по контракту. Город Киров. Завершается на этом программа «Мужской понедельник». Впереди у нас особое мнение. Сегодня ведущая Светлана Занько. В гостях депутат Кировской городской думы Денис Ерохин. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин